Добрый день, снова с вами я, Садчиков Игорь. Сегодня поговорим о биоэнергии. Что мы на картинке видим? На картинке мы видим батарейку, электродвигатель и деталь, которая должна будет вращаться. Давайте посмотрим, что если с этой стороны подключим батарейку, то на этой стороне получим механическое движение. Сейчас мы реально это увидим. Вот батарейка подошла, контакты заискрились, ну, наверное, надо их маленько почистить, и дальше, соответственно, эта деталь начала вращаться. Что в данной ситуации здесь происходит? С этой стороны подается энергия, и на этом конце эта энергия превращается в механическое действие. В данном случае вращается вот эта деталь. Теперь давайте уберем батарейку и подключим вольтметр. Вот, пожалуйста, вольтметр подключили. Если кто не знает, это прибор для измерения напряжения, плюс к плюсу, минус к минусу. А что теперь мы хотим здесь увидеть? А в данном случае, когда батарейка на этом месте была подключена, мы здесь получали механическое действие. А теперь мы будем вращать эту деталь, а здесь будем получать напряжение. Давайте посмотрим. Действительно, деталь начинает вращаться, и мы видим напряжение. Вольтметр показывает напряжение. Что в данной ситуации происходит? То же самое электродвигатель, но только уже вращаем деталь и получаем напряжение. Теперь давайте то же самое рассмотрим на примере человека. Вместо электродвигателя будем рассматривать человека. Что в данной ситуации будет происходить? Вот у нас появился человечек. Данный человечек ведет активный образ жизни, занимается зарядкой, фитнесом, различными упражнениями специальными. Вот, пожалуйста, смотрите, как активно человечек занимается. Это прекрасно видно. В результате активной жизненной позиции, правильное питание, различных физических, грамотных упражнений, что в этой ситуации происходит? В этой ситуации происходит, что у человека, вот смотрите, очень хорошее биополе. Давайте посмотрим, что происходит в результате хороших физических упражнений. В данном случае в результате движения получаем хорошую энергетику, биополе, вот, пожалуйста, хорошая энергетика, биополе. И как следствие, отличное состояние внутренних органов и всего организма в целом. Понятно, да? То есть, если у человека замечательное здоровье, внутреннее состояние органов в отличном состоянии, соответственно, биополе у человека будет отличное. Теперь давайте рассмотрим следующий нюанс. А теперь смотрите, у человека плохое биополе, слабое, рваное, не очень красивое. В данном случае, если биополе плохое, то значит, у человека плохое состояние здоровья и плохое состояние внутренних органов. Что можно сделать в данной ситуации? В данной ситуации можно сделать следующее. Если мы представляем человека вместо электродвигателя, то с этой стороны у нас есть батарейка. В данном случае, давайте рассмотрим вместо батарейки энергию. Вот, пожалуйста, энергия. Давайте применим эту энергию по отношению к этому человеку. Данная энергия начинает воздействовать на биополе человека. Что в результате этого происходит? В результате воздействия энергии получаем отличное биополе и как следствие хорошее состояние организма и внутренних органов. Пожалуйста, посмотрите. Биополе выровнялось и стало отличным. А соответственно, если биополе стало отличным, то и внутренние органы пришли в нормальное состояние. Поэтому возникает вопрос. Что это за энергия? Откуда ее взять? Как применять? Но то, что это работает, отрицать уже невозможно. На этом короткий видеоурок закончен. С вами был Садчиков Игорь. Продолжение следует... Продолжение следует...